ну вот когда первичная пробежка поэтому вдоль вдоль берега вся другую сторону сбегаем да да вот там пройдем вот кто-то таскать так вот и бегать с такой корзины вообще да вот под березовики то три вот и маленькие маленькие буквально о ну вот а шляпка уже нет нормально жесткая странного цвета вот твердый такой ладно сейчас идем другую сторону то мы хотели налево а теперь пошли на право два белых надо посмотреть в округе мало ли может может это семья большая три белых мягкий мягкий и тут старик этот нормаль он еще по моему вон возле пня справа вот слева не вижу прям возле пня так так уже желтый зелененький ножка хорошая посмотрим ножка смотрите идеально кстати ножка у белого гриба она очень хорошего качества так она чуть по вкусу не уступает шляпки да так что тут такое дело так так вот ну можно вырезать можно думаешь хорошо ну вот наряду с белыми у нас тут и мухомор серо розовый вот еще не открылся совсем вот хороший съедобный гриб но по вкусу на любители как говорится отличается тем что у него мякоть розовеет немножко вот видите вон по центру видать эти червячки уже ходили и они вот так червячки это вот если снять кожицу снимать кожицу вот так вот видите сразу мякоть начинает постепенно краснеть розоветь вот ладно нас сейчас белый интересует а тут прям на линии прибоя по попу как к ну вот обрадовался а он такой уже весь стареть полностью съели парни так а это тут у нас и этот тоже это тоже съеденный это у нас такие красивые подберезовички ну качество у них абсолютно абсолютно это я надеялся надежды не оправдались ладно хорошо ну вот с линии прибоя ныряем в елки объем как нас ждет такая вот семейка так так посмотрим ну что вполне тверденький такой ножка шикарная шляпка ух ты по углу мы здесь геменофор уже желтеет так ножка ножка червенькая будем чистить смотреть о а он еще он еще стоят так вот так еще один вроде бы сейчас подойду заберу они какие и да вот тогда давай 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 а папа 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 на хорошая ножка так ножку возьмем со шляпкой со шляпкой вот в геменофоре сидит ну трубочки тогда выбросим сейчас очистим а ты значит тут лисичек лисичек да а смотри ведь крупные такие да да смотри и молодежь есть и и лопухи есть лисичек и 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 Ладно, идем дальше. Вот тоже думал, что за семейка такая, а это, кажется, белые так росли, вот еще четвертый здесь был, пятый, ну, ну все, да, прям кустами, тик-тик-тик. Это кто? Их друг, товарищ и брат. Угу. Так, ладно, сейчас мы... О, ножка. Ножка хорошая. А вот шляпка меня вызывает вопросы своей мягкостью. Да, видите? Вот, а ножка хорошая. Вот как тут? У некоторых нога полностью съедена, шляпка хорошая. А у этих вот нога целая. Так. Так-так-так-так. А то мы здесь видим. Хе-хей. О, ну, плесень напала. Да, жаль. Так, ну что? Старшего товарища съели полностью. Вот. А молоденький-то вот он. Хе-хе. Замечательно. А этот че? О, и этот-этот. Ха-ха. Ну, хорошо. Ладно. Сейчас здесь внимательно посмотрим. Гребничка. Пока ничего не вижу. Ладно. Будем смотреть. Ну вот. А сейчас решили пойти вглубь леса от береговой линии. Конечно, там встречается сейчас, но хочется и внутри посмотреть. Вот идем. До грибных мест. Фух, жарко. Зато интересно. Вон там Лена. Пошла. Я за ней. А тут, что тут? Тут вот такой грибочек. Под груздок черняющий. Бем. Он уже съеденный. Увы. Так-то гриб хороший. Ну, по осени можно его собирать. Летом я что-то ни разу не встречал, чтобы он можно было взять. Даже самые маленькие червивые. А вот осенью вполне благопристойно. Единственный момент при солении их, надо добавлять немножко воды. в сам рассол. Потому что в них сока мало. Сколько бы гнета не давал, они не это самое. Сухие. Не накрывает рассолом. Надо водички и солью добавлять. Ладно. Идем дальше. Ну вот. Углубились. В лес. А тут чего нас ждет. О, смотрите. Что творится. Большая лужа крупных лисичек. Ну, замечательно. Замечательно. Так, вот это что у нас такое? А, ну, это под березовички. Под елочкой. Ну, все правильно. Где же под березовиком расти? Как не под елочкой. Так. Ага. Ну, ладно, пока не видим. Значит, тогда режем эту лужицу. Чего у тебя здесь? Да, лисички. Я тут тоже целое семейство. О, смотри. О, вот это да. Я понимаю. Они тут крупненькие. Да, смотри-ка. Какие прям лохматушинки. Ага. Ну, здорово. Ага. Ага. Ну, ладно. Будем поглядывать. Что-то там зверь какой-то крикнул. Слышала, да? Ага. Это зверь? Да. Ладно. Что тебе здесь привлеклось-то? Вот, Тепа. Ну-ка. Какой-то гриф. Ну, смотри. Что это? О. Белый? Белый. Ага. Что там у него? Да хороший. Ага. Вполне? Вполне. Ну, видишь, как. Один. Один, но надо поискать. Ну, как-то внимательно здесь, да. Только смотри, чтобы не наступить. Так. А тут что у нас? А тут у нас колпаки. Кольчатые. Так. О. Тут хорошенький. Этот не очень. Так. Тоже такой странный. Этот хорошенький. Ну, да. Нажареем. Тяжело приходится. Ну, хорошенький. Ну, берем тогда. О. Ха-ха. Так. Ладно. О, запах-то. Пойдем на запах. Вонь такая. Точно. Точно. Это был белый. А теперь это белый-вонючий. О. А тут опять лисички нас встречают. Ого. Замечательно. Конечно, беленьких бы хотелось. Но с другой стороны, а что делать? Что лес дает? Тому и радоваться надо. Так. Ну что. Еще один белый. От одного вонючего к другому. Тоже по запаху можно. Видишь, а молоденьких не видно. Ладно. Ладно. огромная семья белых прям вот но все старые ну я навигаторе сделал эту пометочку да у они прям вот стоят я думаю что запах то такое то их тут он масса ну ладно теперь мы знаем где они растут и этот маленький тоже тоже уже делай да он пожалуйста эти все один гигант опоздали то есть надо было дней 78 назад сюда приходить ладно а ты опять на лисичек нарвалась или они на тебя наверно наверно они тебя любят точно размер то вообще гиганты гиганты о ты туда ну хорошо а белых то сколько это вообще фантастика какая-то ну вот я говорю надо было неделю назад или дней 10 назад неделю да вот было бы то что надо а так на такой жаре так конечно чё тут так лисички хорошо а вот это вот явно не лисичка это нечто о какой беленький ух 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 настоящий белый твердый такой так смотрим 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 так ну вот вот тут у нас очередные опять лисички но уже молодые это совершенно другого поколения до этого только что были такие уже крупные мощные а это молоденькие странно у них не по команде растут а чего тебя здесь говоришь сиру а точно смотри-ка точно сирушки или млечники обыкновенные огромные да и горящие ты сирухами ты делаешь но я их обычно солю холодным способом мочу ну вот сейчас в данный момент с ними но мне сейчас все сразу надо переработать поэтому я их просто мочу вот и они могут мокнуть день-два могут и три можно к тем присоединить новые и они когда вы мокает они уменьшаются размере и желтеют о да и потом солишь потом солю специи только чеснок хорошо ясно все ружки так уже размер такой так что-то не он по-моему это не хорвати вот этот хороший но только еду и думаю надо бы серушек ай ты сразу сразу их и нашла какие грибочки ну там сейчас еще есть немножко так что добавим к тем которые засолили ну и отлично так ну здесь у нас опять старо белые стоят это у нас мухомор серо-розовый уже тоже с червяками вот так такие нам не нужны вот этот беленький посмотрим может быть он еще не быть им и ну ладно идем дальше так вот сейчас выходим на границы вот берез и елок и вот как бы такая полоса идет и здесь разного вида грибы разных видов вот привлекло внимание то это беленький вот такой уже зреленький ну сейчас разберемся он его друзья уже сгнили ладно ну вот разобрались разобрал на части и и шляпку и ножку отличная ни одного хода нет ну прекрасно вроде размер большой вот как-то сумел себя уберечь от этих насекомышей да пока ничего не виду и не вижу дополнительно ну вот так вот по этой кромке еду вот поляна здесь и а тут ельник такой молодые елочки вот и встречается кое-что буквально через несколько шагов что-нибудь да встретиться опа о ну этот вообще идеальный идеальный идеально белый так с этим что у нас и телефон это тоже созревший эти геминофор каким становится желто-зеленым а здесь белый ну ладно разберемся он еще вроде он не он серо-розовый мухоморчик нет за серо-розовым не полезем ну вот а здесь вот в траве еще млечники млечники северные млечники млечники обыкновенные или сирожки ладно берем ну вот пометки в навигаторе вот сейчас пришел посмотреть как тут поживают лисички они поживают смотрите я их ведь собирал когда 13 числа 13 июля ну оставлял конечно там кнопочки и смотрите кнопочки за это время выросли в большие лопухи да о что делается то размер то гигантский вот так вот ну и с другой стороны там все все не собрать даже при всем желании вот но я оставлял мелочь тогда тоже полная корзина была вот и вот вернулся через 20 дней это опять же по вот ценности навигатора точку поставил отметил и теперь можно выходить на те места которые раньше нашел вот и здесь лужица такая так и здесь лужица такая большенькая вот вот что творится вот а на берегу были на берегу уже все лисичек уже нет а тут вот а тут они есть а тут они есть причем причем размер то о какой так и и дальше идем вот так вот то есть то есть забота об урожае она себя оправдывает то есть берем не все берем только сам это и даем даем вырасти и они вырастают творите что творится да вот а навигатор для грибника это просто супер вот сейчас тоже семьи белых грибов мы там взяли немножечко но теперь мы знаем где это грибница находится а грибница гигантские вот теперь вообще в разведку надо мы вкладываемся очень сильно и много времени с другой стороны волнует не столько грибы сколько вот как бы таки путешествие по новым местам но и грибы тоже возбуждают хорошо вон моя корзина где метров пятьдесят ага ладно все собираем ага продолжаем ползать ха-ха-ха-ха ну удивительное да конечно я так и не встаю с коленок ползло от одной лисички к другой непонятно ну вот а как тут еще ааа тут нет а больше я тоже ползаю ага ну тогда что сейчас придется у меня корзина полная сейчас это ты тоже наполнишь все дальше идти некуда пойдем пойдем на лодку все ну тогда завтра может вернемся может быть а может и нет ну посмотрим это я маленький сделал этот перерывчик уж больно я то видишь почему хочу что там в сырости так эти серухи ближе вот к сырому вот ну иди лови еще кидай корзину нет так у меня есть этот пакетик ты за меня не боись я без дела стоять не буду собираем дальше ну вот повернули уже к лодке а тут лес нас не отпускает лес не отпускает вот смотрите что прячется прячется в траве так что как раз доберешь а это белые стоят белые да ну что корзинку так он старый смотрите это вот мне кажется продолжение вот этой поляны ну ладно сейчас возьмем сколько сможем а тут и серушечки стоят ох какие семейка такая вот отлично серушки нам нужны серушки так о еще одна семья а самое то интересное другое смотрите какой тут зонтик растет зонтища вот вот это да о о о нога да да зонтища так надо как нибудь так положить чтобы нет да в твою корзину налин и но что-то вот да решили то просто я сейчас в пакет собираю так у меня это жалко жалко мять так ну что уже уже к лодке все он берег и на обратном пути смотрите какие грибочки зонтик о о ну чуть-чуть он как бы подсох но хорошенький чуть-чуть правее бери о ну все уже почти пришли ой ой ну все возьмем с собою ну вот и пришли мы к лодке закончился наш день 3 вернее как он не закончился закончился сбор ну и как ты оцениваешь да я оцениваю хорошо честно говоря там еще собирать и собирать но просто уже понимаем что обработать надо еще как-то все приходит как тебе как тебе понравилось сегодня конечно да грибочки приятно собирать да вот это сегодня наш там внизу белые да белые а сверху вот навалили этих а лисичек навалили потому что там такие поляны просто какой-то фантастика фантастика ага ну все значит сбор у нас сегодня закончился но нам еще домой добраться да час двадцать нужно до дому и потом обязательно все это все это надо будет обиходить обработать и так далее вот пошли белые ну видать они уже неделю как идут а мы березовики все гнилые там выбирать нечего а белые так кое-какие все таки попадаются нормальные ну лисички тоже ну хорошо вот ничего не будет вот таким был день 3 августа 2023 года до свидания всего вам доброго и всегда полных корзинок до новых встреч ну вот все наши лисички там белые этого сбор 3 августа лисички когда они высыхают вот такими они становятся вот ну вот сейчас надо сушилку освободить потому что привезли еще и надо где-то это все обрабатывать о вот так вот закончился день 3 августа 2023 года года пошли 50 mar prosto 20 20 20 20 20 20 21 Субтитры подогнал «Симон»